Боевой матч получился. Хорошим соперником. Понравилась игра моей команды. Единственное, что надо забить мяч. В такой игре одного мяча было бы достаточно. Достаточно было момента, где могли использовать эти моменты и эпизоды. Но подвела реализация. Вы наверняка недовольны тем, что не смогли взять полноценные три очка, поскольку ваша команда доминировала на поле. Почему это не произошло? Хватило бы одного мяча. Тоже скажу, что владели преимуществом. Практически претинговали команду всю игру. Не хватило забить одного мяча. А это фарта не хватило мастерства? Было просто все на фарт свалить. Ну, наверное, значит, надо работать, надо добавлять в этом. Потому что мы с Кубаневым сыграли 0-0, здесь сыграли 0-0. То есть вторая игра подряд. Мы не забиваем. Для нас это сигнал. Хотя моментов создаем достаточно. Ну, очень боевая игра со стороны двух команд. И, наверное, если бы кто-то в каком-то эпизоде пропустил гол и потерпел поражение, наверное, было обидно. Обидно. А так, играли мы сегодня. Скажу, что я очень благодарен ребятам за характер, за терпение, что смогли до терпеть, и, в принципе, сыграв в ничью с командой. Я скажу, что за те 23 тура, которые мы провели, провели, ну, это, наверное, самая сложная игра была. Самая сложная, потому что команда очень мощная команда. Команда укомплектована приличными игроками уровня премьер-лиги, которые многие из них играли в премьер-лиге. Игроки национальных сборных в составе ТОСНа. Все. И сама по себе очень мощная, мощная. Может быть, они немножко так, ну, за счет этих качеств они играют. Кажется так внешне, что упрощенный вариант ведения игры. Но он оправдан, оправдан. Имея в составе таких габаритных игроков, мы перед игрой ломали, у нас проблема возникла. Проблема при стандартных положениях. И они опасны в этом компоненте. В наличии иметь, мы знали, что на стандарты ходят у них Бугалич, Буйволов и Дугалич. В наличии здесь заболотный, высокорослый, высокорослый Мухамедшин. Мухамедшин. Ну, пять в составе вышло. И во втором тайме они выпустили Кутина, Милевского и Сухарев. Восемь человек. И благо то, что ребята дотерпели. Я скажу, что очень удачно сыграл Саша Комзя в этой игре. Практически без единой ошибки. Все очень уверенно. И так, конечно, они имели во втором тайме особенно такое преимущество за счет давления, силового давления. Нам нужно было положить мяч вниз, попытаться за счет контроля мяча сбить этот атакующий порыв их Тосна. Все. Ну, к великому сожалению, не смогли мы это сделать. Еще раз повторяю, очень благодарен ребятам, что дотерпели по концу эту игру. Очень мощная команда, хорошая команда. Пожалуйста, вопросы. Павел Ильич, ну что с Козловым в очередной раз с ним уже что-то вот... С Соловьевым, наверное, имеете? Да, Соловьевым. С Соловьевым. Ну, пока, пока ему трудно... Ну, вы видели, какой подкат, грубейший подкат двумя ногами. Если не ошибаюсь, Кашчелан, по-моему, да? Да. Пошел все. И он только, только-только начал восстанавливаться. Он всего 2-3 руки провел в общей группе. И опять он въехал ему в этот же... который поврежден. Все. Завтра обследование покажет, какова серьезность трансляции. А с Соловьевым почему не играл? С Соловьевым не играл по одной простой причине, что за 2 дня до игры на... Ну, вы видите, какое погодное условие. Да, на базе у нас нет ни подогрева, ничего. Поэтому мы провели тренировку. Перед этим было еще поле влажное. Да, потом ночью минус 5, замерзло все. И мы практически 4 дня перед игрой в таком облегченном режиме работали. Ну, как в облегченном. То, что позволяли нам условия. Тренажерные залы где-то находили там... После того, как мы провели тренировку, все замерзло, оно кочками. Там просто даже ходить опасно было. И Саутин, выполняя свою работу, упал, ударился. И у него повреждения двух ребер и мягких тканей. Поэтому с Сашей я буквально... Мы с ним ждали и доктор, и мы решался вопрос уже после обеда. Я с ним побеседовал, все. И он честно, откровенно сказал, говорит, я на все 100% не готов играть. А рисковать, ставить его на уколах, это не наш принцип с доктором. Если человек болен, он не должен играть. Он говорит, я процентов на 70, может, сыграю, а так... А это чревато. Значит, мне тогда в этой ситуации составить его нужно было... Нужно было тогда... В заявку не попадал бы один игрок полевой, и я бы вынужден был раздевать еще одного вратаря. Потому что малая ситуация. Если помните, у нас была уже такая с Саутином ситуация. Он был травмирован, ну, небольшая травма была, это сезон назад, наверное. Вышел играть и на пятой минуте попросил замену. Вышел вратарь, случись, не дай бог, какая-то такая ситуация с вратарем, и все, полевой игрок будет играть. Поэтому Саша примерно сказал, и все, и мы приняли решение, что готовились к игре Кобзе и Мельниченко. А Мельниченко пока не готов? Ну, Мельниченко, вы видите, он достаточно много пропустил, достаточно много пропустил, и он начал уже тренироваться в общей группе, но пока он далек от своей формы, в которой он должен находиться, да, все, и приняли решение, посоветовавшись с тренером по вратарям, принял решение, что Кобзе все-таки, как бы там ни было, он в прошлый сезон весь отыграл в Липецком металлурге лучшего вратаря получил, и здесь он все время в режиме был, в тренировочном, поэтому в его пользу и принято было решение. Я рад, что мы не ошиблись, Саша очень уверенно отыграл. Павел Петерьевич, если сравнивать вот две игры с лидерами, с «Динамо» и с «Тосно», согласно с тем, что сегодня даже нашей команде, как складывалась игра по характеру игры, было тяжелее, все-таки справляться с таким силовым давлением «Тосно» на протяжении всей игры было более трудно «Факео», чем с такой более комбинационной игрой «Динамо»? Ну, я об этом и сказал, что очень мощная, сильная команда, очень мощная, физически мощная, все, и, конечно, нам очень сложно было. С «Динамо» я с вами согласен, с «Динамо» даже проще было, потому что «Динамо» немножко в другой манере играет, они комбинируют, они контролируют мяч, все, и они такого мощного давления не оказывали. А здесь, с учетом того, что я сказал уже, габаритов игроков, они просто туда доставляли мяч в трофную площадь с любой точки при первой возможности. И все, и за счет силового давления, и здесь чревато, здесь при такой скученности, любая неожиданность, любой кикс, любой отскок, мог закончиться плачевно все. Ну, благо, ребятам не держат, это все. Андрей Ильич, за один тур до окончания этой части чемпионата «Факел» выпал из «Четверки», у «Красноярского» по обедам они опережают. Графиком команда идет, или все-таки где-то что-то можно было... Ну, это все относительно, да, конечно. Где-то мы недобрали, где-то, может быть, должны были потерять. Но та турнирная ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, я считаю, что она объективно отражает соотношение сил, да, объективно. Ничего страшного не произошло. Равное количество с Енисеем, и на одну очко нас опережает Хабаров. Да, на одну очко. Поэтому здесь все рядышком, все рядышком, 15 туров играть еще. Ничего страшного здесь не произошло. С учетом всех тех проблем, которые у нас были, у нас были, по ходу этого вот отрезка, отрезка. Ребята, которые пришла, большая группа игроков, время требовалось, да. Потом череда травм. Посмотрите, мы практически каждую игру у нас одним составом, мы так, ну, заряд там, может, одну-две игры мы сыграли. А так все время ротация, кто-то выбывает, серьезнейшие травмы. Ребята после травмы, да, мы рассчитывали на Лешу Курилова, да, серьезнейшая травма. То есть здесь центральную зону центральных защитников, да. Дима Иванов был долго травмирован, лечился, да. Тихий после серьезнейшей травмы, только-только вроде начинает набирать, он только начинает форму набирать, вы видите, он далек от своей формы. Ошибается. Да, ошибается много, ошибается много. Это отсутствие игровой практики. И функционально вроде он все в тонусе себя держит, все. Но и за счет отсутствия игровой практики. В центральной зоне, вот сейчас, смотрите, надо бы усилить, да, игру в центральной зоне. Полузащиты, я имею в виду. Витя Свежов травмирован. И мне практически неким усиливать. Те ребята, на которых мы рассчитывали, кто-то проиграл конкурентную борьбу, да, они не в тех кондициях находятся, которые нам бы хотелось все. Виталик Шахов травмирован. Все, три центральных защитника, да. Центральный полузащитник. Ваня Лукьянов два раза в сборную уезжал. Травмирован был, тоже лечился. И много-много таких вот моментов. Ни в коем случае я не оправдываюсь. Я констатирую те факты, то, что есть на сегодняшний день. И этот отрезок, где-то более убедительные игры были бы. Где-то менее, скажем так, для команды, идущей в группе лидеров. Мы сами это прекрасно понимаем. Что зрители хотят, болельщики хотят, чтобы более убедительно команда там выигрывала. Или в коллективных матчах, где проиграли, там другого результата хотели бы. Мы тоже этого очень сильно хотим. Но надо смотреть реально на сложившуюся ситуацию. Я считаю, что этот отрезок команда отыграла на твердую четверочку, с моей точки зрения. Мы находимся в группе лидеров. А то, что изменилась ситуация. Еще один тур, она может измениться опять сейчас в другую сторону. Но то, что мы идем в пятерки, допустим, на сегодняшний день. При равном количестве отставая от третьего места на сегодняшний день на одну очку. Ничего страшного абсолютно не произошло. Сейчас немножко сыграть последнюю игру. Проанализировать все это дело. Где-то конкретно мы видим позиции, которые нужно усилить. Ребята, которые не попадают, нужна им игровая практика. Будем решать вопрос с их проблемами. И поэтому, я думаю, что тем интереснее будет, когда... Понятно, что две команды особняком стоят. Динамо и Тосно практически. При том ресурсе, который есть, игровом и всем остальном организационном. Финансовая составляющая, они особняком стоят. Но здесь нельзя забрасываться в счетов кубань. Кубань нельзя. Там шинник может подтянуться. Поэтому тольба будет интересна. За стыковые игры будет очень интересно. Тем лучше, наверное, для зрителей и все. Для болельщиков, для наших. Которых я хочу... Заключительная игра этого года сегодня была. Поблагодарить за ту поддержку, которую оказывали на протяжении всего этого отрезка летнего, осеннего. Хочу вам огромную благодарность выразить за объективное освещение игр. Уже факела, где-то хвалебные слова были. Где-то критические. Это нормально. Я вам за это очень благодарю. Желаю всем творческих успехов. И до встречи в новом сезоне. 8 марта на Международный женский день. С Хабаровску. Да, как раз с командой, с которой мы будем вести борьбу за выход за стыковые игры.